Пятница. Вечер. Впереди выходные дни. По традиции программа «Новости Таллина». Я, Екатерина Плехова и наши журналисты обязательно дадим вам советы, как интересно использовать и провести их. Но нынешние дни все же не дают возможности полностью снять стресс. Ситуация невероятно напряженная, и это чувствуем все мы. Так что драматические события сегодняшнего дня все равно станут определяющими в нашей программе. Но обо всем по порядку. Еще совсем недавно трудно было представить, что наши выпуски мы будем начинать с фронтовых вести. Журналисты всех изданий будут по утрам направляться к Министерству обороны, где проходят уже, к сожалению, традиционные пресс-конференции. Вот и сегодня Михаил Владиславлев получил там не только анализ военной ситуации в Украине, но и заверение в том, что военной опасности для Эстонии на данный момент нет. Едва ли не первой фразой в обзоре военной ситуации в Украине, которую дал заместитель командующего сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко Валопальм, стало подтверждение того, что угрозы военного нападения на Эстонию сейчас нет. Это связано еще и с тем, что войска, обычно дислоцированные в соседнем регионе России, сейчас перемещены в Украину и участвуют в военных действиях. Подобной малочисленности российских войск вблизи эстонских границ не наблюдалось уже 30 лет. По оценке военных в Украине и вблизи нее, Россия сосредоточила всю элиту своей армии, привлечь дополнительный людской и технический резерв для идущей операции практически нереально. Тем не менее, в регионе сосредоточено около 200 тысяч военнослужащих, около трети из которых в боевых действиях участия пока не принимали. Это означает, что для одной массированной наступательной операции сил достаточно и главной целью остается Киев. По нашей оценке, у российской армии еще достаточно сил. Действительно, логистика, что видно из открытых источников, организована не лучшим образом. У них проблемы со всеми запасами – топливом, боеприпасами, едой, питьем. Но все же есть достаточный ресурс, чтобы организовать хотя бы одну большую наступательную операцию. С самого начала было похоже, что целью было и остается захват одного большого города. Можно сказать, что в последние сутки значительного продвижения российской группировки не наблюдалось. Перемещения и обходные маневры носят локальный характер. Территорию икраинской столицы по площади можно сравнить с островом Хиево. И очевидно, что предстоящие военные действия будут длительными, изнурительными и приведут к многочисленным жертвам среднемирного населения. Российские войска осмелили тактику. Говорить о затишье можно условно и в стратегическом военном смысле. Война и артиллерийские обстрелы идут по всей территории Украины. Растет и число жертв. Эстония же готовится к потоку беженцев. Пока границу пересекли 1900 граждан Украины, из них 500 дети. Эстония временно восстановила пограничный контроль на границе с Латвией. Для беженцев работают пункты в Валге, в Якле и в Мурати. Там мы организовали встречу людей, их регистрацию, даем все необходимые инструкции. Спрашиваем о том, в какой помощи они нуждаются от эстонского государства. В чем нуждаются их дети. Важно и то, что мы выясняем, нуждаются ли они в ночлеге, или же их ждут близкие или знакомые. И третье. Возможно, они выбирают Эстонию в качестве транзитной страны, чтобы далее двигаться в Финляндию или Швецию. Для пересечения границы украинцам сейчас годится любое достоверение личности. Водительские права и Декарта, свидетельство о рождении и, конечно, паспорт. Полиция и пограничники внимательно относятся к любым попыткам провокации. Пока обстановка спокойная. Лишь четверо жителей страны Африки и один гражданин Узбекистана пытались нелегально проникнуть на территорию нашей страны. Эльман Вахер призвал жителей страны сообщать о любых признаках провокационных действий. Спокойные на восточной границе. Но российские пограничники тщательно проверяют всех выезжающих, и там образовались очереди. С эстонской стороны порядок пересечения границы никаких изменений не претерпел. Пока поток пересекающих эстонскую границу из России увеличился незначительно. Эстонские силы обороны продолжают оказывать помощь украинским военным, активизируют и уточняют планы взаимодействия с союзниками и сотрудничают с МВД в укреплении внутренней безопасности. Михаил Владиславов, Роман Васильев, Новости Таллина. Тем временем различные организации, частные предприятия и многие эстоноземельцы оказывают посильную помощь беженцам из Украины и тем жителям этой страны, которые находятся сейчас в очень сложной ситуации на своей родной земле. Сегодня в пункт сбора гуманитарной помощи пришли представители Русского театра. Этот коллектив не мог оставаться в стороне. Актеры и работники театра собрали деньги и пакеты гуманитарной помощи и передали их в Таллиннский Красный Крест. Подробности в репортаже Вадима Малышкина. С Украиной у театра давние связи. Он побывал на гастролях в Киеве и Львове, Донецке и Луганске, Чернигове и Днепре, Луцке и Харькове. Некоторые актеры освоили основы мастерства в знаменитом Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. У многих работников театра есть друзья и родственники в Украине. Сама директор театра родом из Херсона. Два дня назад снаряд попал в дом ее семьи, который чудом удалось спастись. Так что боль и сочувствие наших театралов абсолютно понятны. И когда столичное общество Красного Креста запустило кампанию по сбору денежных средств, гигиенических принадлежностей, подушек и одеял, разумеется, присоединился к акции помощи Украине и русский театр Эстонии. Мы все понимаем, но вот эту боль, с которой столкнулись украинцы, беженцы, которые сейчас у нас в стране, которые потеряли кровь, потеряли привычный уклад жизни, и, конечно, мы все понимаем эту боль. И в этом смысле все, что мы могли сделать сейчас, это вот собрать предметы первой необходимости, затем мы собираем деньги, чтобы отправить в Красный Крест. И понятны благотворительные акции. Например, беженцев с детьми театр приглашает на детские спектакли. Конечно же, бесплатно. Также на свои спектакли театр приглашает и волонтеров, которые помогают комплектовать и грузить пакеты с помощью. Важно, что 27 марта будет отмечаться Международный день театра. И церемония награждения лучших деятелей страны в этом году пройдет как раз в Русском театре. И в этом случайном совпадении, ведь мероприятие планировалось, конечно, заранее, теперь видится особый смысл. То, что этот день, день театра, который символизирует, что ли, ну, лучшее, что есть в театральном искусстве, это общение между людьми, универсальный язык этого общения, который призывает к гуманистическим ценностям, в этом смысле вот отметить день театра в Русском театре сегодня, мне кажется, очень важно, чтобы подчеркнуть единство нашей страны. На этой неделе в нашей программе было несколько сюжетов о деятельности Таллинского Красного Креста. И его вице-президент подвел некоторые итоги. Сегодня мы заканчиваем спор вещей для Украины. Те вещи, которые мы отправляем через Международный Красный Крест с помощью наших фирм в Украину, помощь людям, которые остались там и нуждаются такой помощи. О начале следующей акции и тех вещах, которые могут понадобиться, будет объявлено. И еще все желающие помочь могут присоединиться к волонтерам в благотворительном магазине «Пунанеристик» на КДКТ-54. Вадим Алышкин, Мартейнло, новости Таллина. Война всегда вызывает эмоции. Важно, чтобы мы в своем государстве понимали, что мы эстоноземельцы, у нас общие ценности, но есть и страхи. И мы должны в эти сложные времена поддерживать друг друга. Эти слова мэра Таллина вполне могли бы стать эпиграфом к нашему следующему сюжету. Ведь и у нас существуют разные точки зрения на происходящее и будет очень опасным, если в такие разногласия втянут детей. Недаром канцлер права выразил опасения по поводу возможной травли, которая может возникнуть в учебных заведениях. Илья Бань выслушал точки зрения на то, как не допустить подобных проблем. В понедельник дети снова пойдут в школу. Недельные каникулы выдались непростыми хотя бы по одной причине. Пожалуй, нет такой семьи, где за последние 9 дней войны в Украине не обсуждалась бы эта тема. Родители и даже бабушки и дедушки наших школьников еще не были так близко к настоящей войне. Между Эстонией и Украиной, которая терпит гуманитарную катастрофу чуть более тысячи километров. Конечно, есть большая вероятность, что дети начнут обмениваться мнениями, а также транслировать то, что они услышали дома от своих родителей. Это вызывает опасения, ведь мнения родителей и школьников могут отличаться незначительно, а могут быть и диаметрально противоположными. Родители тоже могли бы как следует об этом подумать, как своих детей подготовить к тому, что бывают разные мнения, бывают какие-то, скажем так, несогласия друг с другом, но в конце концов это совершенно не повод, чтобы начинать устраивать какие-то конфликты, начинать ругаться в школах, тем более. Все-таки главная задача – это получить образование. Дети ни в чем не виноваты. Делать их проводниками каких-то идей неправильно. Искать врагов внутри страны – путь в никуда. Велика роль педагогов, которые могут столкнуться с вопросами учеников. Абсолютно возможны и споры между одноклассниками, которые, как это бывает, ни к чему не приведут, оставив лишь злость и обиды, которые вряд ли поднимут уровень знаний. Как заверил нас директор сразу двух крупных русскоязычных школ Лас-Намя, школа по своей сути всегда должна оставаться нейтральной. К тому же школа никак не может поддерживать насилие в любой его форме. Учебные заведения – не место для провокации. Учителям соответствующие рекомендации даны, однако все равно мы приходим к тому, что все идет из семьи. Конечно, здесь я обращаю внимание родителей на то, чтобы дома при даче оценки происходящим событиям родители были бы очень осторожны и деликатны, потому что дети действительно впитывают в себя всю эту информацию, и любая абсолютно такая негативная информация может стать причиной конфликтов. И еще один мой призыв. Конечно, мы все имеем свое мнение в любом случае, но при всем при этом школа – это не место выяснения отношений. И даже такие посылы, будем говорить, видимые в виде ленточек различных, они могут провоцировать конфликтные ситуации. Наверное, действительно лучше избегать ленточек, но опять-таки вновь мы возвращаемся к роли родителей. Известны случаи, когда дети не торопятся возвращаться из школы домой, так как мама и папа сильно спорят. По какому поводу, нам с вами несложно догадаться. Международная обстановка, к сожалению, прошлась разделительной линией и внутри некоторых семей. И это исправить, опять-таки, только в наших с вами силах. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. За всеми политическими проблемами как-то забылось, что ковид никуда не ушел. А ведь только за минувшие сутки в Эстонии выявлено 3311 положительных результатов. Скончались 8 человек, зараженных коронавирусом, пятеро из которых не были вакцинированы. Специалисты не исключают нового скачка числа зараженных после того, как дети вернутся с каникул. Сергей Овченков с подробностями. В течение суток было проанализировано 6426 результатов тестов, из которых более 3000 оказались позитивными. Это означает, что коронавирус до сих пор бушует на территории нашей страны, меры профилактики еще никто не отменял. Высокий показатель зараженных влечет за собой нагрузку на больницы и на расходы больничной кассы. Статистика показывает, что в прошлом году больничная касса Эстонии, сверхдорогие лечебные случаи, были оплачены на общую сумму в 9 миллионов 300 тысяч евро. За эти средства было вылечено 66 человек, половина из которых нуждалась в лечении от коронавирусной инфекции. Если оплачивается лечение, сверхдорогого лечения, скажем, в областной больнице, это более 100 тысяч евро. А в общей или центральной больнице, если это суммы, скажем, более 73 тысяч, то это считается сверхдорогие лечения, скажем так. К сожалению, тяжелая форма коронавируса может также означать, что больничные счета превышают шестизначное число, а люди должны оставаться в больнице на несколько месяцев. Это лишний раз доказывает, что об опасности коронавируса забывать ни в коем случае нельзя. С запланированным правительством в середине февраля смягчение ограничений так и не вступили в силу, поскольку показатель заболевших ежедневно так и не снизился до необходимого низкого уровня. Иначе говоря, борьба с эпидемией продолжается. На прошлой неделе было зарегистрировано больше 31 тысячи случаев, и на этой неделе мы тоже ожидаем приблизительно 30-35 тысяч случаев, и где-то от 3 до 5 тысяч случаев в день мы имеем уже на этой неделе. Поэтому сейчас мы имеем некоторое снижение роста заболеваемости, но по-прежнему он находится на очень высоком уровне, и риск распространения вируса остается очень высоким. Помимо этого, нагрузка на здравоохранение будет возрастать в связи с тем, что в Эстонию прибывают беженцы с территории Украины. И понятное дело, что им тоже необходимо пройти тестирование, чтобы пандемия снова не стала бы набирать обороты. И все-таки Департамент здоровья очень надеется также на школьные каникулы, которые сейчас проходят, поскольку это также помогает прервать цепочку заболеваний, создавая тем самым условия для продолжения учебного процесса именно в школах, а не на удаленке. Примечательно, что хотя во время первой волны коронавируса после школьных каникул количество заболевших возрастало, сейчас специалисты надеются, что вакцинация школьников и экспресс-тестирование сможет поспособствовать тому, что количество заболевших будет снижаться. Важно только не забывать об опасности. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина. Если вначале было принято решение о том, что последним месяцем выплаты компенсации за электроэнергию, газ и отопление был нынешний март, но есть хорошая новость о том, что теперь через местные самоуправления можно будет также ходатайствовать о возмещении стоимости счетов и за апрель. О ходе компенсации в нашем следующем материале. Когда цены на энергоноситель взлетели вверх, правительству пришлось в срочном порядке разработать меры компенсации для семей со средним доходом. В частности, была введена компенсация до марта включительно. Однако в свете последних событий цена на газ будет расти, и, понятное дело, это скажется на кошельках потребителей, когда придут очередные счета за коммунальные услуги. По предложению министра государственного управления Яко Аба, правительство продлило меру компенсации повышения цен на энергоносителей для семей со средним доходом. Это означает, что теперь через местные самоуправления можно будет также ходатайствовать о возмещении стоимости апрельских счетов за электроэнергию, газ и отопление. В общей сложности период выплаты компенсации составит 8 месяцев. Там можно получить, я припоминаю, и за электричество, и за газ, и за отопление 80% от повышения цены компенсации. Так что это надо следить и все равно подавать эти ходатайства самоуправлению. Да, цены так высоко не поднялись, когда прогнозировали в декабре, когда был самый большой скачок. Но прогнозировать цену газа, это совсем трудно. Когда правительство приняло решение о компенсации, то оно возложило разработку системы выплат на плечи самоуправлений. И, к слову говоря, Таллинн, как самый крупный город Эстонии, смог в заданные короткие сроки наладить все необходимые функции. И при этом столица продолжает предоставлять и другие пособия нуждающимся. Хотя в связи с конфликтом на территории Украины некоторые жители Таллина стали задаваться вопросом, а какие пособия будут получать здесь украинские беженцы, и не будут ли в связи с этим урезаны компенсации зарегистрированных жителей столицы, которые в них нуждаются. В мэрии заверили, что все пособия, которые предназначены горожанам, будут сохранены в полном объеме. Для приезжих сюда, для беженцев, спасающихся от войны, когда будет определен их юридический статус, сейчас это пока что не сделано, когда будет определен юридический статус, и если они становятся жителям Таллина, они получают те же пособия, на которые могут рассчитывать все жители Таллина. Это не будет какой-то отдельной категории пособий. По словам Бетины Бешкина, если говорить о первом времени, когда беженцы приехали в Эстонию чуть ли не с ручным багажом, а то даже и без него, то в этом случае, после определения их статуса, у местных самоуправлений будет возможность предоставлять прожиточное пособие, которое предназначается для людей, живущих в абсолютной бедности. Оно составляет 150 евро на взрослого человека, 120 евро на каждого следующего взрослого человека в семье и 180 евро на ребенка. Это только после того, как будет определенный статус беженца юридически. Что же касается компенсации на энергоносители жителям Таллина, то напомним, что возмещение затрат на электроэнергию может получить семья, доходы которой ниже медианного уровня. Это рассчитывается как 1126 евро в месяц на одного взрослого, 563 евро на каждого следующего человека в возрасте 14 лет и старше и 338 евро на детей 13 лет и младше. Имеет ли семья право на возмещение и какова приблизительная сумма возмещения, можно посмотреть с помощью калькулятора возмещения на домашней странице Министерства финансов. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина. Ну а теперь об обещанных в начале передачи планах на выходные. В первое воскресенье каждого месяца музеи города Таллина приглашают бесплатно посетить выставки и постоянно действующие экспозиции. Теперь раз в месяц, в первое воскресенье месяца можно будет бесплатно посещать все музеи, находящиеся в ведении города Таллина. Таких в общей сложности семь. Еще есть дома музея знаменитых эстонских писателей. Об этом нововведении мы поговорим с нашей гостьей. И сегодня это педагог Таллиннского русского музея Юлия Корнеева. Добрый вечер. Добрый вечер. Юля, ну это на самом деле не секрет, что во многих странах мира есть такая традиция открывать, правда, раз в месяц бесплатно двери музея. В Таллине это будет каждое воскресенье. Это будет тоже, на самом деле, раз в месяц. Первое воскресенье месяца, да. И действительно, это будут все филиалы Таллиннского городского музея. У нас их семь. Четыре из них находятся в старом городе. Это Таллиннский музей городской жизни время 17. На пяти этажах расположилась очень интересная экспозиция, которая рассказывает об истории города, об очень разных ее аспектах. Там есть что-то и для детей, и только для взрослых. Есть в старом городе Таллиннский русский музей со своей интерактивной выставкой, на которой мы собираем истории, обратную связь, и поэтому мы очень ждем всех гостей, чтобы пополнить, так сказать, свою базу данных, и потом на основании этих собранных материалов разрабатывать следующую выставку. Также в старом городе есть музей фотографий, который находится в здании старой городской тюрьмы, так что туда можно пойти и за историей, и за фотографией, собственно. И музей Кикен-де-Кёк, думаю, всем известно, это большой комплекс, где есть и бастионные ходы, правда, там будут небольшие ограничения действовать, чтобы не было столпотворения на лестницах, три раза за день будут туда пускать людей с сопровождающим, то есть в двенадцать, в два и в четыре часа. Мы отправимся с вами в Кадриорг, там есть дом Музей Петра Первого, самый старый музей города Таллина, и детский музей Мия Мила, ну, наверное, самый интерактивный, веселый музей, так что туда точно стоит пойти с детьми, хотя хочу сказать, что практически в любом нашем музее есть какой-то детский уголок, место, где можно смело оставлять своих детей, с ними займутся наши сотрудники музея. И есть музей Каламая, собственно, в районе Каламая, первый музей, который создавался совместно с общиной. Но самое главное, что есть постоянные экспозиции, есть временные выставки, это все будет доступно? Да, совершенно все, музей будет полностью открыт, так что приходите. Кстати, я хотела порекомендовать не пытаться за одно воскресенье посетить все музеи, так как традиция будет постоянной, то можно прям распланировать, составить список, например, два музея за одно воскресенье и так дальше. И тем более вы не заскучаете, потому что действительно выставки меняются, и поэтому спустя несколько месяцев вы можете снова вернуться туда, где вы были и что-то новое уже увидеть. Но есть, кстати, еще одна идея для людей с ограниченными возможностями. Собственно, каждый первый понедельник месяца, вот в этом месяце, получается, 7 марта, три филиала музея, это детский музей Мия Мила, это музей Каламая, итальянский русский музей, готовы принимать гостей с ограниченными возможностями. Это могут быть дети, это могут быть взрослые люди. Единственное, мы просим заранее бронировать время, потому что мы понимаем, что каждому нужно отдельное внимание, тишина для знакомства с экспозицией, поэтому контакты можно найти на сайте городского музея linamuseum.ie и связаться с каждым отдельным музеем и договориться о времени посещения музея бесплатно. Юль, как вам кажется, это будет иметь успех? И уже в первое воскресенье будет ли просто невероятная очередь из желающих попасть? Ну, нам очень хочется в это верить, чтобы культурная жизнь не останавливалась. Ну, и мы знаем, что исторические земельцы очень любят музеи, поэтому мы их ждем. Что такого особенного интересного, например, в русском музее можно посетить? Может быть, какой-то ваш мега-секрет, на что точно нужно гостям обратить внимание? Ну, самая свежая выставка, я думаю, до которой не все еще успели добраться, это выставка «Родное слово», про которое мы уже говорили, и эта выставка постоянно дополняется, помимо постоянной экспозиции уже собранных нами слов, есть ячейки, куда можно написать свое родное, любимое слово, если есть желание поделиться своей историей, связанной с этим словом. И это можно будет сделать в том числе и в воскресенье, так и станете частью музея и частью истории. Спасибо вам большое. До встречи в музее. Спасибо, до встречи. Итак, напомним, что уже в это воскресенье в Русском музее состоится первое музейное воскресенье, и может быть, те, кто еще не нашел туда дорогу, переступят порог этого старинного дома, куда нас и пригласила сегодняшняя гостья, педагог Таллиннского русского музея Юлия Корнеева. Наша передача подошла к завершению, но есть одна информация, которая важна всегда, но особенно накануне выходных дней, и, конечно же, это погода. Ветер северных направлений 2-6 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 8 градусов мороза. Завтра днем небольшая или переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер усилится порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов. Ночное воскресенье переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от минус 1 до минус 2 градусов. В воскресенье днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса. В ночь на понедельник переменная облачность, возможен небольшой снегопад. Ветер северо-западный северный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 5. В понедельник днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северных направлений от 3 до 8 метров в секунду и температура воздуха от 0 до плюс 1 градуса. И это все на сегодня. Я, Екатерина Плехова, назначаю вам встречу не у фонтана или часов, а у экранов телевизора, когда в понедельник в 21.00 выйдут в эфир очередные новости Таллина. Всего вам доброго, удачных, солнечных и, главное, мирных всем выходных. До свидания.